Как вам выступление Светланы Мироновой? Переживали много за ее стрельбу, но сегодня в целом так справилась. Вот что можете сказать? Ожидали от нее такого? Ну, тут надо как сказать? Тут надо внутренне перестроиться. В принципе, она в ситуации была нехорошая. То есть, два круга на стафете, четыре промаха на стойке, я имею в виду стойку. Ну, просто вот с этой ситуации выйти. Или можно было себя просто закопать, зарыть и ушло бы, не знаю, сколько времени на это, чтобы откопать и восстановить стрельбов. Но просто внутренне перестроилась, просто настроилась на работу, на хорошую, на качественную. То есть, резервы, в принципе, есть у нее. Просто она мобилизовала себя и забыла все промахи, настроилась на хорошую работу и стрельнула. То есть, это вот такой фактор, это очень хороший, когда человек, вот, есть резервы в стрельбе, то есть, все плохое забыть, и как быстро их вообще не было, и перестроиться на эту хорошую работу. То есть, ну, что у них получилось? Ну, два промаха, конечно, ясно, что на один промах она бы третья была. Ну, да. По крайней мере, боролась бы с норвежкой до последнего. Ну, да, секунда разница. Да. Или бы на третье место, так она бы там все равно вызвала бы эту секунду. А в целом, вот, насколько Света, скажем так, метеозависимая спортсменка в плане стрельбы? Потому что тут с погодой повезло, вроде солнца, ветра сильного нет, а вот раньше замечал у нее при ветре, при сильном, как раз проблемы возникали. Ну, я думаю, не при ветре, тут больше возникает проблема в контактной борьбе. Вот она в прошлом году на Свету зашла, на штрафной круг у нас, потом до того там, по-моему, шесть запасных патронов взяла, то есть, три лежа, три стоя. То есть, когда начинаются вот эти вот приколы, когда начинается борьба, может быть, она в этой борьбе просто все забывает, что мы для чего приходим на рубеж там. Это совсем два разных вида, то есть, и лыжные гонки, и тебя вот от этой беготни, от этой контактной борьбы перестроить себя на рубеж. Забыть, что там, что-то там, а у нас пару пылой борьбы, приходим на бюро, на рубеж, и этой пылой борьбы начинаем на рубеже полкуролесить там. Но надо перестроиться, это же стрельба, в конечном итоге, может быть, и так сказать, улутрируя немножко, приходим целиться, приходим стрелять. Вот здесь, например, ну, может, вот эти вот, когда начинается борьба, такая контактная борьба, она немного не справляется. Но для этого надо проводить работу летом, просто-напросто. То есть, вот, я еще раз напоминаю, что надо мастартики проводить в виде контрольных. Миронова, что, может, поговорил с ней хорошо, все, весь негатив, все эти ошибки, все проанализировали, убрали, и все, она показала себя. То есть, конечно, вот эта, ну, как бы сказать, тренерская чуйка, что он знает своих спортсменок и рискнул, поставил и Казакевич спринт, и Миронову в индивидуальную гонку, это вот ему в плюс. Ну, вот, кстати, Ханн Эберг тоже говорила, что, да, не очень готово. Мастар, последняя дистанция будет, контактная. Ну, там кто как доживет уже, кто как отдыхал, кто чего пропускал, какие гонки. Да, уже, да, уже. Вот и Давыдов, кто бы мог, вообще никто, наверное, на нее не поставил, что 4-0 стрельнет и выиграет чемпионат мира. Даже в уме у них кто не держал, что Давыдов может чемпионат мира по индивидуальной гонке в спринт, да, ногами, так весь месяц бегает, на круги заходит. А тут 4-0. Хаузер даже не справилась на последнем рубеже. Это не справилась. А вот что вы можете сказать про Ларису Куклину, у нее, по сути, единственная гонка была, насколько она использовала свой шанс и вот это максимум, что она может сейчас показывать или способна на большее? Ну, я думаю, просто она вот к первому рубежу кролась, просто она просто подкрала, немножко такой, как бы, обаянь была, так все аккуратненько, все так делала, вот, может быть, один-то и промах у ней получился. Ну, а потом просто психологический груз этот все, плечи она убрала, этот мешок с психологическим грузом и все, и побежала. Это ее стрельба, она, то есть, вполне реально может назалить стрелять и так далее. И еще раз говорю, что на сапезу кто способен стрелять. Дистанция 6 километров, там сильно ничего не отыграет, пошики в этом пелетоне. А как взял запасной 10 секунд, 2-3 взял 30 секунд и попробуйте отыгрывать на этой дистанции потом. Ну, это ее стрельба, она же опытная, еще там 30 лет, она уже все стрельба и понимает, понимаешь, если стрельба не пошла, она уже знает, как ее восстановить, двинулась, передвинулась, изготовку изменила и все вернула. А у кого нет за плечами, там ничего, прикол пошел, и все, и пошли срывы, и вернуть стрельбу не можем на рубеже. Акимова в интервью сказала, что не хватило ей соревновательной практики, слишком большая была пауза без стартов, и вот это отразилось на ее выступлении. Как думаете, такое вот могло быть, может действительно ей лучше на чемпионат Европы было? Я тебя поддерживаю двумя руками, а почему ее не отправили на чемпионат Европы? Не дали ей там, она бы спокойно там всю программу пробежала и приехала на чемпионат мира. Ее, в принципе, понимаешь, держали, смотали декабрь весь месяц. А если бы ее катать весь декабрь и январь на этапах Кубка мира или на этапах Кубка Европы, или еще дать полноценно соревноваться, она же девочка, да ведь не простая тоже, она уперта и Кубки мира выигрывала, она бы могла вполне к чемпионату мира перейти в хорошем состоянии. А мы ее все куда-то отправляли, все что-то держали, ее как-то мусулили, ее мусулили, не доверяли бы, а еще она просто пересидела. Как он говорит, Лариса Куклина говорит, люди встают, уходят, бежать, а я иду на тренировку. А чемпионат мира идет. Это же тоже чемпионат мира, и в принципе, когда 30 лет приезжаешь, уже время-то тоже уходит, но не состоялся, а до следующего чемпионата мира, вот получится, не получится, или я-то поеду, не поеду. Ну да. А сейчас, посмотрите, будут проблемы большие, да, по большой, кого ставит. Ну, как думаете, Казакевич и Миронова, в данном случае, это же будет не протекционизм Шашилова, а спортивный принцип, они были лучшие в отдельных гонках? Сейчас они лучшие были в гонках, они в данный момент, в данной ситуации, они лучшие. И Куклина плюс. То есть стабильная стрельба, ноги одинаковые, что у Кайшева, что у Акимовой, но это и надежная стрельба. А по четвертому, не знаю, что-то, ну там Кайшева, что финиш, что-то. Ну а Куклин? Ну сейчас, Павел, как сингл пробежит, побежит, если сингл пробежит, тоже смотреть надо. Ну да. Ну то есть, кто к астофете подойдет, это всегда, кто к астофете к Монстарту, кто в каком состоянии, кто как отдыхал, кто какие гонки пропускал, уже эмоции и все остальное. То есть подойдет, если нормально, все хорошо, прекрасно, значит все. Астофета у них ровная, понимаешь? Вот сейчас вот такие фамилии, которые люди стреляют. И то же самое сейчас вот по пятнашке, Австрия. Четыре спортсменки, которые в состоянии стрелять и бежать. Они, наверное, все четыре, два таски, наверное. Ну да, и... Тут Алина Хоккар, там Дуня, потом Хаузер и кто там еще. И еще какая-то молодая. Швайгер. Швайгер, да. Вот четыре фамилии. Вот норвежцы, вот французы, вот шведы. Немцы, не знаю, тут соберутся, не соберутся. И Украина даже там. Иркушина там, безручная. Вот они еще. Ну, Блажко, они даже без Собиренко могут состав собрать. Блажко и Джима, в принципе. Да, да. Тоже Астафета-то хорошее. Ну, Астафета есть Астафета, у кого как пойдет. Знаешь, это в основном все с первого этапа. Если в борьбе все пойдет, все хорошо, будем бороться. А если так, минутами его проигрывать, ну, как минуту потом это восстановить, вернуть? Леонид Александрович, еще такой вопрос. Много очень разговоров. Вот что меня удивило, еще чемпионат не закончен, а уже обсуждают неудачи. И говорят, что, дескать, место для подводки выбрали неправильно. Что не надо было лезть на поклюку и там сидеть на высоте долго. Что вы думаете по этому поводу? Ну, мы первоначально-то все ведь радовались, что нашли не там места. И мы когда на ТАПу Кубка Мира приезжали, о, Украина живет там. Ну, там Каракей сделаны места. Украина живет на самом спасти. Ну, там Кубок Мира это другое, потому что промежуток времени разный. Ну, сейчас просто мы говорим, о, е-мое, классно, супер, что мы там находимся на этой высоте. Что там, я понимаю, в гору подъем там, этих поворотов там, и спусков, потому что не каждый все там переносит, это чемпионат мира. Это хорошо, что болельщиков нет еще. А если болельщики были, то, повторение, там, дороги узкие, это все еще. То есть хорошо, что их не было. И транспортная развязка как бы, тут плюс получился большой. Ну, а сейчас, как бы, вот, сколько там, 15-16 дней до чемпионата мира. И плюс 10-12 дней на чемпионате мира. То есть 28 дней, 26 дней. То есть к концу, бог я вновь, как оно сказать. Вот, в принципе, как бы, норвежцы живут. Но норвежцы-то, видите, там тоже живут, там Украина живет. Ну, у Украины, как бы, поживее. Ну, а мы что, тоже, если взять по спринту, тоже Казакевич там, значит, сейчас по гонке тоже взять. Тут и Миронова, и Куклина, то есть, как бы, поживее. А если норвежца взять, Эков, я как слышал, со Смитом, она уехала вообще домой готовиться в Норвегию. Бео тоже уехал, которая медали в них. Бео тоже уехал в Норвегию, вложу там делать и в семью уехал. А те, которые, ну, вот сегодня Тандервольф была третья. А эти-то всех колбасит, Лангрей, Тандервольф, Олсби, кто там Дави, всех колбасит. А еще непонятно. Они же тоже, они были в Ванхо, это в Абертилиге, 1400, переехали на эту 1350. Ну, это мы сейчас рассуждаем, понимаешь, когда чемпионат мира, вот, ну, медалей нет, что-то не получается, и вот мы начинаем. Как внутри не раздумать, места там, так, не просто места, ковида и все остальное. Все это не просто. И радуемся, что мы находимся прямо на там, на мире. Может быть, там варианты, что остаться надо в Антхольце на высоте, туда забраться не внизу, а забраться на 1650 и потом спуститься вниз. Какие-то эти варианты. Тоже проиграть, посмотреть, где шведы находились, на какой высоте сейчас внизу живут. Французы на какой высоте находились сейчас живут. Австрийцы на какой высоте находились и живут внизу. Надо же это все проанализировать, посмотреть, а потом выводы делать. Ну, да. В прошлом году тоже там жили в Ритмалу, спустились, надеюсь, что так выглядели, значит, нормально, функционально. С стрельбой там, стреляли там на лифт, а здесь у нас кошмар пошло в Антхольцах. И тоже с нами были и Чехии на той высоте, где они тут разместились. Я говорю, ребята, аналитики, делайте вывод, кто с какой на высоты приехал. Все анализируйте, чтобы вы анализ сделали по итогам чемпионата мира. И дальше, чтобы на следующие годы эта методичка шла. А у нас мир прошел так, все, что так, анализ толком не сделали. Перекапывали отбор. Отбор прошел в декабре месяце. Отобрались, сразу на бумагу положили, что получилось, что не получилось. Сразу. Потому что весной все это забудется и пошло по лету. Весь этот отбор все переделали. И в сентябре приняли опять новое чего-то. А сразу, пока сижу в памяти, сразу раз все поменяли. Вот так, вот так, вот так. Это сработало, это не сработало. Аналитика должна быть хорошей. Ну, конечно. И не искать легких ответов на сложные вопросы. И пытаться все на одну причину повесить. Да, да, да. Тоже, если тоже, проанализировать надо. Слава сама готовилась, Кайшева сама готовилась. Потом, то Кукулина сама готовилась, и Кимова сама. Где, чего прошли. Ну, и в конечном итоге так получилось, что не все четверо. И в одном состоянии сейчас на чемпионате игр. Что они там делали? Какую работу выполнили? Какие горы были? Это тоже надо проанализировать. Тоже, видишь, он понимает. Вот сработало в нелегкие озера. 1800 метров спустились в Аверхов на 900 метров. Сработали. Спустились в Аверхов на 900 метров. Как бы восстановление хорошей горы. Когда приезжаешь, восстанавливаешь, и все классно. Значит, а почему этот вариант дальше не... Ну, сработает он второй раз, не сработает. Тоже непонятно. Если в Аверхов подняться, он 1650 там жить. У Петра в этом, или там на озере жить на 1700 метров. А потом спуститься в Блеск. Сработает он второй раз, непонятно. Ну да, и тут вопрос, не много ли в течение практически одного месяца два таких высотных сбора. Да, да, да. Вот селезки показали озера, как работают. То есть включать надо, которые те же, наверное, по кури, а не по климату. Значит, включать надо следующий год к Олимпийским играм. Как-то увязывать все это надо. Тут вопросов много. Да так просто, мы просто чемпионат мира прошел, и никакой анализы, никакой аналитики. Так нельзя, чтобы на будущее, и на следующий год не допускать ошибок. Ну да. Сейчас мы на Польховского всех балканов спустили, и все, и все, и вот он виноват. Не забронировали места. И все, и все считали, там, художников Валерий. Валерий Николаевич, молодец, все хорошо. Мы живем там, мы прямо на спальне. Хотя мы начинаем искать непонятно причины, в чем. Да может подготовка, может в стрелковой части. К стрелкам есть проблемы, к тем же мужчинам. Почему у нас один Латыпов что-то справляется с прельбой, а остальные, кто готовился в команде, не справляются? Продолжение следует...